Всем привет! Меня зовут Оля и я рада видеть вас на своем канале. Сегодня у нас с вами любимая рубрика, которая называется Пустые баночки. И мы с вами смотрим Пустые баночки за август и за сентябрь месяц. Конечно же, декоративная часть у нас с вами будет перекликаться с Project Pen, плюс вы увидите какие-то уже новые пустые баночки из декоративной косметики. Хочу отметить, что некоторые пустые баночки будут на фотографиях, потому что я брала эти продукты с собой в отпуск. И, конечно же, чтобы не тащить с собой ненужный пластик, я просто все сразу же выкидывала. К сожалению, часть таких продуктов не попала на фотографии. Почему-то я их на самом деле фотографировала, но я не знаю, куда делала фотографии. Если найду, потом дополнительно, может, расскажу, но пока почему-то я их не нашла. Ну да ладно, там все равно были мини-версии. И давайте с вами начинать. И начинаем мы, как обычно, с декоративной косметики. Еще раз хочу напомнить, что некоторые продукты у нас с вами перекликаются с Project Pen, поэтому не удивляйтесь, если некоторые продукты декоративной косметики и пустые баночки вы уже видели. И начнем мы с вами с базы под макияж. Первая это Urban Decay All Nighter и вторая Rodeal Soft Focus Glow Drops. Говоря про обе, я не могу сказать, что я прямо в большом восторге, но и сказать, что очень плохо я не могу больше. Мне, конечно, понравилась All Nighter. Она лучше распределяется, лучше впитывается, дает классную липкость и, в принципе, действительно продлевает макияж. В принципе, All Nighter мне, конечно, понравилось гораздо-гораздо больше. Касаемо Rodeal, если честно, своих денег, на мой взгляд, этот продукт не стоит. Да, здесь классное легкое подсвечивание, но что-то похожее можно найти либо в бюджете, либо просто взять жидкий хайлайтер и размешать его с кремом. Получится плюс-место то же самое. Это не самая яркая подсвечивающая база, она скорее ниже средней, я бы так сказала. Есть базы, которые вот прям сияют из космоса, и вы это сразу же видите. И для того, чтобы их легко нанести, нужно наносить их влажной кисточкой. Здесь не такая ситуация, здесь сразу же очень такое легенькое сияние. Можно использовать также в качестве хайлайтера. В принципе, окей, но, на мой взгляд, своих денег эта база не стоит. Тон от Essence. Я уже рассказала не раз, наверное, в нескольких тоже видео, что мне этот тон не понравился. Это Hydro Hero. Я по итогу его до конца не использовала, я просто психанула и выкинула то, что осталось. Но осталось здесь, на самом деле, где-то вот столько продуктов, что на самом деле не очень много. Почему он мне не понравился? Он плохо ложится. Он очень-очень плохо ложится, с ним нужно повозиться, с ним нужно потанцевать. Он иногда периодически провалится почему-то в текстуру, даже несмотря на то, что как бы все хорошо увлажнено, что все хорошо сделано, выровнено. Но нет, он начинает цепляться порой за какие-то шелушения, если они, вернее, у вас есть. Я не понимаю, для кого эта база. Скорее, исключительно на жирную кожу. Но эта база слегка увлажняющая. То есть для жирной кожи в то же время это перебор. Также может оказаться комбинированная кожа. У меня комбинированная кожа, и на мне он ложится не очень. Поэтому мне не понравилось, плюс присутствует легкий запах. Нет, на мой взгляд, это провалище. Консилеры. Один из них, это уже новиночка нового Project Pen. Второй, это старая версия Project Pen Fit Me. Десятый оттенок, прекрасный консилер. Среднее покрытие, идеально наслаивается. Может ли подчеркивать текстуру. Да, если вы очень плохо увлажните кожу под глазами. Любую кожу нужно подготавливать под макияж. И неважно, лицо это, глаза, шея или там до зоны декольте. Все должно быть хорошо увлажнено. Продукт сам по себе хорошенький. Десятый оттенок, идеально для перекрытия синячков фиолетового цвета. Я его чаще всего наносила вот сюда, вот, вот, вот сюда, вот. В общем, идеально справляется, идеально тушуется. По-моему, прекрасный продукт. Единственное, что в чистом виде, если вы хотите использовать его на зону высветления, может с некоторыми тонами не подружиться. И начать почему-то заваливать их в порог. Ну, вот такая вот ситуация. Такое я наблюдала. Не со всеми тонами. Обычно с каким-то, там, не супер, вау, но вентинами, в основном получше, ведет себя хорошо. Мне нравится этот продукт. Вполне себе хороший консилер. Vivienne Sabo только-только буквально закончился в оттенке 01. Мне не очень сильно понравился этот консилер. Есть любитель этого консилера. Мне он прям не на 100% понравился. Здесь покрытие достаточно легкое. У вас не получится наслоить в то время, как Vivienne Sabo в Maybelline. Maybelline вы сможете наслоить. Vivienne Sabo это чуть более жидкий консилер. Да, он будет меньше, там, подчеркивает текстуру. Он будет хорошо ложиться. Он немножко даже подсвечивающий. Это тот случай, если вам особо ничего там перекрывать не нужно. Если вам нужно просто легонечко высветлить. И подойдет, в принципе, на возрастную кожу, на сухую кожу подойдет. Почему он мне не понравился? Запах гребаный. Простите за выражение. Запах, который отдает каким-то спиртом. Но спирта в составе здесь нет. Я не понимаю, что дает этот запах. Но он меня, если честно, очень сильно напрягает. Именно поэтому он мне, ну так себе, не очень понравился. Очень будет чем-то напоминать. Очень будет напоминать, сказала. Будет чем-то напоминать Reluie комплименты. Но здесь будет чуть выше покрытие. И он будет чуть более такой силиконовый. То есть он будет чуть более плотный, чем Reluie. В принципе, окей. Но есть свои нюансы. Три туши. Одна из них мне понравилась очень. Две другими понравились средними. Давайте начнем с туши, которая мне очень и очень сильно понравилась. И она уже в рамках текущего Project Pen'а. Это Catrice Sensitive. Изначально, когда я ее купила, она мне сильно понравилась. Она, по-моему, ничего не делала. Но спустя месяц где-то она полежала и стала классно красить. Я по итогу эту тушью где-то не пользовалась полгода. Она лежала. Потом, как я начала ее пользоваться, она мне очень сильно понравилась. Во-первых, здесь очень удобная щеточка. И очень классно прокрашивать все реснички. Даже маленькие тоники вы отлично можете залезть и прокрасить. Плюс хорошо разделяет тушь. И получаются достаточно объемные реснички. У вас не получается эффект трех палок. Но у вас получается и объем, и легкое удлинение. В целом, мне тушь очень и очень зашла. Я никаких проблем не увидела. Она не осыпается в течение дня. Все с ней хорошо. Выкидываю просто потому, что здесь практически ничего не осталось. И она уже начала подсыхать. Соответственно, она начала хуже красить. Две туши, которые мне не очень понравились. Это Essence. Здесь практически полный тюбик. Но я просто не могу использоваться этой тушью. Здесь огромнейшая щеточка. Я пару раз себе просто глаз ею заряжала. И это очень и очень неудобно. Да, я могу прокрасить немножко внешне, вернее, реснички. Но внутренний уголок я вообще не могу залезть. То есть, для меня это не вау. Она вроде как должна давать объем. Но, если честно, на мой взгляд, Catrice Sensitive дает объема больше, чем вот эта тушь. Поэтому мне не зашло. Плюс она осыпается, на мой взгляд. Catrice Waterproof. Изначально она мне, в принципе, понравилась. Она неплохо красила. Но как-то я сейчас взяла ее. Да, она полежала, я не спорю. Но она как-то сыпет, безбожно. Мне такое не нравится. Меня такое не устраивает. Плюс она не то, чтобы очень классно прочесывает волоски. И не очень классно их заполняет. Ну, не то, что заполняет, обволакивает. И получается порой вы как будто вы краситесь проплешинами. И никакого эффекта я не увидела. Сравнивая. Честно, лучше взять Sensitive. Да, она будет неблагоустойчивой. Но, честно, она прокрасывает гораздо-гораздо лучше. Брови. Два продукта с прошлого Project Payne. И один продукт с нового Project Payne. Давайте начнем со старого. Это карандаш Luxe Visage в оттенке 99. Мне он не очень сильно понравился. Здесь хороший оттенок. Сразу же хочу сказать. Стенок здесь действительно классный. Но, а, это восковый карандаш. Соответственно, он не будет таким стойким, как, например, какой-то полугелевый карандаш. Б. Так как это полупудровый такой, не то что восковый, это пудровый, скорее карандаш. У вас будут слегка пудренные, вернее, эффекты. И плюс вам нужно постоянно протачивать этот карандаш. И если вы хотите нарисовать тоненькие бровки. Если вы забудете хотя бы там через два раза. Вернее, если вы через два раза, через два раза после использования. Через два использования не будете протачивать. Карандаш будет очень толстый. И вас не получится нарисовать тоненькие, красивенькие, аккуратненькие брови. У вас будет уже перебор. Как бы это дело вкуса, но мне такое не очень нравится. Мне неудобно, постоянно нужно протачивать, протачивать. А для себя я этого делать не хочу каждый раз, честно слово. И щеточка. Полное отсутствие нормальной щеточки. Щеточка это важно. В макияже брей это супер важно. А здесь это не щеточка, это какое-то недоразумение. За цвет, конечно, да. За свойства, за щеточку 100% нет. Для себя я покупать точно не буду, хотя у меня есть еще один оттенок. Надо будет его как-то использовать. Но кому-то бы, не знаю. Если вам нравится. Только если вам нравятся такого рода карандаши, у вас всегда есть щеточка под рукой. Карандаши от NYX это моя любовь, это великолепие. Шикарный грифель, надолго хватает, идеальная щеточка и хорошие оттенки. Точка. Тут даже, мне кажется, их все хвалят, поэтому даже останавливаться не стоит. Классный карандаш. Карандаш от Catrice это новый Project Pen. А в оттенке блонд. Здесь хорошая щеточка, в принципе, хороший карандаш. Но очень быстро заканчивается. Безумно быстро заканчивается. Не знаю, как так. Но вот по-хорошему его хватает на две, наверное, недели. Используем на этом все. Это очень мало. То есть здесь, скорее всего, очень маленькая громовка. Сами карандаши по мягкости, по твердости, по оттенку, они классные. Но гадость очень быстро заканчивается. Чуть не забыла еще один продукт для бровей. На этот раз от Belor Design. Их маркер в оттенке 20. Оттенок мне не очень сильно нравится. Он, откровенно, слишком зеленый. Вот прям реально зеленый. Это очень светлый карандаш. Это не карандаш, это маркер для бровей. И что мне еще не нравится, это то, что не совсем как-то равномерно идет распределение продукта. Иногда он наносит чуть больше, иногда чуть меньше. То есть мне не понравилась сама форма по факту. Ну и плюс оттенок так себе. Лучше возьмите Vivienne Sabo. Честно сказать, там офигенные продукты для бровей также есть. И также, также у Catrice есть классные маркеры. У них есть маркеры как с кисточкой, так и фетровые наконечники. Конечно, с кисточкой удобнее и получше. Переходим к лайнерам и карандашам для глаз. Lilo Matte. Если честно, мне не очень сильно нравится этот лайнер. Во-первых, он не угольно-черный, это скорее какой-то графитовый оттенок. В принципе, по носке претензий нет. Но когда вы наносите этот продукт, вы видите, что он полупрозрачный. Его нужно очень и очень хорошо наслаивать. У меня была глянцевая версия этого фломастера. В принципе, он, по-моему, получше, чем матовый. Но тут тоже есть такой сложный момент. Нравится вам, не нравится. Здесь не кисточка, здесь фетровый наконечник. И он, конечно же, ломается. И это стоит учитывать. И когда он начинает ломаться, вы уже получаете дырочки, когда рисуете стрелочки на глазах. А мне такой вариант тоже не очень нравится. Поэтому приходится держать кисточку дополнительно на готове, чтобы подровнять вот этот вот не совсем ровненький кончик. Получается не очень. В целом, как бы по стойкости у меня претензий нет. У меня есть претензия по насыщенности, по пигменту. Ну и хотелось бы увидеть кисточку. Среди белорусских карандашей только у белорус-дизайн есть кисточка. И там, в принципе, очень хороший фломастер. Серьезно. Он достаточно стойкий и достаточно черный. Единственное, что в моем случае у меня, наверное, попался бракомный фломастер. Потому что он то ли вытек, то ли очень быстро засох. Где-то за месяц он засох. Не знаю, как так вышло. Ну и второй лайнер. Это Metal Hype в оттенке 0.8. Основная болезнь этих лайнеров заключается в том, что как только у вас отдаётся треть продукта, они начинают сохнуть. Притом очень и очень сильно. Сами по себе лайнеры классные. Очень клёвые оттенки. Они классно распределяются. Они хорошо держатся на глазах. Конечно, это будет не влагоустойчивый продукт. И как только вы потерёте, не знаю, даже просто пальцами глаза, они у вас слезут. Это 100%. Но вообще выглядит красиво, если вы, конечно, трогать не будете. И вот это свойство, то, что они быстро высыхают, это прям местами подбешивает. Если честно. Прям очень и очень сильно подбешивает. Разводить их не получится. Можно попробовать каким-нибудь Duraline. Но, во-первых, я не советую разводить продукты Duraline, потому что всё начинает гораздо дольше сохнуть. И если у вас есть лёгкое наискание, хана вашим стрелкам, и вам придётся сидеть, или же вам придётся сидеть с закрытыми глазами минимум 5. Есть разбавитель от Voevodin. Но, если честно, в Беларуси я не знаю, где его достать. Вернее, я знаю, но вряд ли вы будете этим заморачиваться. Нужно будет идти к девочкам, у которых есть своя студия, визажистам, и у них спрашивать. Либо же напрямую заказывать у офиса с официального сайта. Потому что, по-моему, на Павлберрис не продаётся. Соответственно, в Беларуси вы фигушки найдёте. Вот. В целом, продукт неплохой, но бесит то, что очень быстро засыхает. Восковые карандаши для глаз. И Фраше в чёрном оттенке, и Vitex 102. И Vitex 102 – это моя любовная любовь. Я считаю, что за восковый карандаш переплативать не стоит. Можно найти бюджетный, достаточно мягкий, пигментированный восковый карандаш. И использовать для карандашной техники, для того, чтобы учиться рисовать стрелочки. Vitex. Обратите внимание, я уже не знаю, сколько видео про это говорю, потому что это офигенные бюджетные карандаши. И всё прекрасно. И в Фраше хороший тоже восковый карандаш, но вопрос, зачем он вам нужен. Потому что, если вы наносите восковый карандаш на слизистую, у вас будет всё течь и печатать. И это нормально. Восковыми, вернее, карандашами вы можете прокрасить межресничку, но не залезая на слизистую. Либо же выстраивать форму стрелочки, либо же форму макияжа. Но, опять-таки, будете ли вы этим заморачиваться, я не знаю. Сам по себе карандаш хороший по пигментации, но нужно заменять Vitex. Дешевле, гораздо, вернее, дешевле. По пигментации будет плюс-минус то же самое. Карандаш для губ от NYX. Если честно, я не помню какой это оттенок. К сожалению, здесь в середине грифеля уже пустота. И, соответственно, пользоваться им просто невозможно. Сами по себе карандаши от NYX неплохие. Они достаточно настойкие и достаточно сильно пигментированные. По-моему, это очень даже неплохой бюджетный продукт. Ну и бальзам для губ от Vitex. Здесь ещё где-то осталось треть продукта, но я его уже просто выкидываю, потому что А. Продукт не смягчает. Продукт просто жирный. Вы по факту наносите пальмовое масло. Не совсем пальмовое. По-моему, просто парафин, да. Вы наносите жидкий парафин на губы и всё. Да, здесь есть масло ши, есть кокосовое масло. Но это ни черта не помогает смягчить губы. И после того, как продукт сходит в губы, у вас губы наоборот чуть более подсушены. По-моему, это не совсем та версия продукта, которую хотелось бы видеть. И плюс губы реально очень и очень жирные. И давайте ещё отнесём два продукта к декоративной части. Первый продукт для роста ресниц. Если честно, я не помню название бренда, что-то там с Advanced, но точно вам не скажу. Изначально продукт мне понравился, потому что он работает. Ресницы действительно начали больше расти, они стали длиннее. Что пошло не так? Когда я ездила в Минск в июле, меня немножко продуло. Мне продуло глаз с этой стороны. Если вы обращали внимание, на некоторых видео видно, что у меня вот здесь вот такое лёгкое уплотнение и лёгкий такой бугорочек. То есть какое-то лёгкое воспаление. Вроде как я воспаление в Минске сняла, всё классно, но этот шарик остался. Но я такая подумала, ну окей. А при том я заметила, что этот шарик появился чуть-чуть раньше. Но я списала на вот это воспаление. Потом я вернулась домой, продолжала пользоваться сывороткой. Воспаление, вот именно сам шарик, не стал уходить. Он всё так же оставался, как будто бы становился ещё больше. В общем, я подумала на эту сыворотку и не зря на неё вообще-то подумала. Я перестала ей пользоваться. И поехала потом в отпуск. И этот шарик начал уменьшаться. То есть вот эта штучка вызывает какую-то лёгкую, даже нелёгкую побочку. Мне до конца до сих пор этот шарик не сполз, но он уменьшился где-то в два-два с половиной раза за две с половиной недели. Так скажем. Даже практически за три. И по-моему, это неплохой результат. В общем, я бы не стала использовать больше эту сыворотку. В принципе, сыворотки, как почитаешь комментарии, у всех разные побочки. У кого-то всё хорошо, у кого-то всё не очень хорошо. В общем, это игра. Скажем так, повезёт вам или нет. Поэтому я скажу нет. Просто потому, что вот эта вот побочка у меня до сих пор на глазах. И, скорее всего, нужно будет идти к офтальмологу. Если само не сойдёт ещё где-то за месяц. Мы где-то в январе планируем ехать в Минск. И я 100% тогда пойду к офтальмологу. Спрашиваю, что вообще с этим делать, если оно так и останется. Я надеюсь, что, конечно, сойдёт. Но пока что я всё-таки склоняюсь к тому, что тут сыграл эффект того, что меня не продуло. И плюс то, что я использовала эту сыворотку. И, наконец-то, переходим с вами к уходовой части. И начинаем, конечно же, с демакияжа. Мицеллярная вода от NUX. Это одна и та же мицеллярная водичка. Называется Very Rosy. К сожалению, она мне не понравилась. Просто потому, что она плохо смывает макияж. С какими-то более жёсткими продуктами в виде гелевой подводки или стойкого тональной основы она вообще не справляется. Из плюсов это то, что она не считает глаза. То есть она не раздражает кожу, не раздражает глаза. Это очень здорово. Но то, что она плохо смывает, меня лично не устраивает. Я не люблю продукты, которые плохо смывают макияж. Это их основная задача. Смыть макияж и смыть SPF. Если плохо смывает макияж, значит и SPF тоже не очень смывает. Нитроджина. Такая же ситуация. Продукт мне не понравился. Вы можете его использовать как метиллярную воду. То есть нанести на ватный диск. И такими же вот движениями смывает макияж. Но я использовала как гидрофильное масло. То есть просто наносила на руки и размазывала. И вырабатывала, вернее, кожу. И потом смывала, что мне не понравилось. Продукт тоже плохо смывает макияж. И если нюкс хотя бы не раздражал глаза и кожу, то здесь ситуация абсолютно другая. Продукт раздражает глаза. Очень сильно их печет. Поэтому мне продукт категорически не понравился. Я 100% его брать не буду. The Body Shop малышка бальзам для снятия макияжа. Неплохой бальзам для снятия макияжа. Здесь уже ситуация другая. Продукт хорошо справляется. Продукт в принципе не раздражает глаза. Все нормально. Единственное, что мне не очень понравился формат. Он какой-то очень плотный. И из-за этого, когда вы начинаете набирать продукт, не знаю, там лопаточкой, пальчиком, не важно чем, куски бальзама начинают отваливаться. То есть продукт не совсем какой-то такой... Он не мягкий, он твердоват. Он даже слишком твердоват. И из-за этого вы можете просто половину продукта потерять в раковине. Вот такие дела. Далее. Умывалки. Родиал, витамин С. Тут такое дело. Во-первых, это дорогая умывалка. Именно поэтому я 100% брать не буду. Но не только поэтому. Очень странный запах. Вот очень странный запах. Со временем вы, конечно, к нему привыкаете. И вы не обращаете на него внимания. Но запах изначально очень и очень странный. То есть как умывалка, окей, это очень мягкая умывалка. То есть если вы любите, чтобы у вас что-то пенилось, то это не сюда. Но она не стягивает. То есть никаких побочных таких эффектов нет. Если вы хотите хорошо смыть гидрофильное масло, скорее всего придется использовать продукт дважды, чтобы полностью смыть масло. Но запах больше всего бесит. И еще один продукт. Секунду. Теперь нужно взять фотографию. Это Origins Checks and Balances. Вот этой малышки мне хватило надолго. Это плюс. Там очень маленький расход. Мягко говоря, маленький расход. Мывалка классно пенится. Это тоже очень клево. Но мывалка на мыльной основе. И вы это чувствуете. Ваши глаза это чувствуют. И ваша кожа это чувствует. К сожалению, после ее использования у вас нет не мягенькой кожи. У вас не увлажненная кожа. У вас кожа слегка подсушенная. Я такой эффект очень и очень сильно не люблю. Потому что чем больше вы сушите кожу, тем больше вырабатывается серобума. И так далее и тому подобное. Да и в принципе самому не очень приятно, когда ощущение легкой стяности. Мне не понравился продукт. То есть по тому, как он работает, мне понравился. Но ощущение после мне не понравилось. А учитывая то, что Origins это не самый бюджетный продукт в жизни, то я такое не прощаю. Тоники увлажнения. Начнем, наверное, с корейского Haruharu, если я не ошибаюсь. Бренд называется. Очень классный тоник. Он достаточно мягкий. Классно увлажняет кожу. Но, к сожалению, он вызвал у меня реакцию. И у меня пошли легкие подкожники. На него я не знаю почему. Потому что ничего такого печального здесь в составе нет. Но видно, какой-то компонент мне опять-таки не сильно подходит. По свойствам, по стоимости это очень хороший продукт. И я советую обратить внимание на этот бренд и именно на эту линейку. Она, правда, классная. Здесь нету никаких отдушек. Здесь все очень базовенько. Но вот мне не повезло. Мне не подошло. Продается на Джоусс. Я там покупала. Главное, покупайте, пожалуйста, на скидках, а не за ту цену, которую они изначально ставят. Тоник от Vitex, вернее от Belita, Mesa Complex. Его очень долго все нахваливали. И поэтому я как-то в свое время решила его купить. По итогу, я им вообще пользовалась, когда делала макияж девочкам на фотосессии или вообще, в принципе, макияжа. То есть это был вариант для того, чтобы убрать мицеллярную воду. Ну, в общем, для этого он и годится, на мой взгляд. Потому что здесь нет ничего сверху. Я не понимаю, почему все сходили по нему с ума. Потому что... Потому что... Как вы уже, наверное, знаете... Нет, видео выйдет после этого. В понедельник выйдет другое видео. Там как раз будем говорить про новые линейки косметики от Belita. И, кстати, одну из пустых баночек вы уже увидите здесь. У Belita есть такая болезнь из их вот таких вот линеек. Не профлинейки. Я рекомендую брать профлинейку, потому что она охрененная. Простите за выражение, но она, правда, классная. И там хорошие тоники. Практически все составы, вот именно тоников, они одинаковые. Первые там компоненты в 6-7. Они будут один в один. И больше всего меня здесь смущает наличие кастрового масла. Потому что оно подходит далеко не всем. Вот прям далеко не всем. Может забивать поры. Если вы, конечно, один-два раза используете, все ок. Я этот продукт по итогу вымазывала тоже на тело. На тело нормально. Нормальная такая водичка. Но если вам нужно просто смыть сметельярную воду, окей. Если вы хотите увлажнить, я бы, наверное, не стала брать продукт. Не настолько он крут, насколько его все рекламируют. И, опять-таки, консультация с фотографиями. Где-то тут у меня была классная пшикалка. Вот она. Детокс. 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 В общем, это пшикалка с кокосом. А вообще она пахнет кокосом очень-очень сильно. Но это тонер с алоэ вера, яблоком, гринти и так далее. Продукт очень сильно пахнет кокосом. И если вы обратите внимание, у меня здесь высыпашки. Эти высыпашки у меня появились за время отпуска. Мне не подошел, скорее всего, вот этот вот тоник. И один крем, который мы дальше с вами увидим. И о котором мы также поговорим. Я подозреваю, что здесь очень много отдушки. Вообще, тоник классный в плане увлажнения. И если он вам подойдет по составу, то берите. Потому что состав там тоже весьма неплохой. Очень классный эффект после него. Но мне, скорее всего, просто не подошел. Теперь давайте переходим, вернее, перейдем к сывороткам. Давайте начнем с подешевле и с побольше. Это The Ordinary Coffee in Solution. Очень хороший базовый увлажняющий. Что я не хотела сказать? Но вообще-то это сыворотка. Это действительно сыворотка с кофеином. Если вам нужно привести лицо быстренько в порядок. Многие, кстати, визажисты берут эту сыворотку под макияж. Для того, чтобы немножечко оживить лицо. И плюс вы можете ее использовать на зону вокруг глаз. Если у вас есть отеки и круги под глазами. То есть немножечко нивелирует. Хороший продукт. Хорошая увлажняющая сыворотка. Да, это базовая сыворотка. Не ждите ничего сверху. Это The Ordinary. У них очень базовые какие-то компоненты. Базовые сыворотки. Но они работают. И вы можете их комбинировать. Да, 100% да. И она недорого стоит. Так, Оли Хендрикс. Очень много по нему. По-моему, тоже недавно сходили с ума. Буквально, наверное, года два назад. Я видела, что все по этой сыворотке. Все по этому крему сходили с ума. Banana Bright. Витамин C. Сером. Хороший серум. Действительно хороший. Действительно осветляет. Его хватает надолго. На удивление. Здесь 7 мл продукта. Но мне хватило где-то на 2 недели. Я им пользовалась утром. Витамин C очень классно использовать утром под SPF. Он как бы немножко усиливает своего рода SPF. И просто была какая-то байка, что типа витамин C и SPF нельзя использовать. Но это не совсем так. По каким-то там последним исследованиям. И то эти последние исследования были года опять-таки 2, наверное, назад. Если вы немножко погуглите. По-моему, даже у Ксении Вебер было видео про это. Что это классная комбинация. В общем, мне сыворотка понравилась. Она классно впитывается. Никаких проблем. Никаких покатушек. Хороший продукт. И я хочу отметить, что здесь 15% витамина C. Поэтому будьте аккуратны. Может вызвать аллергическую реакцию. То есть, чем выше процентовка, тем, конечно, круче. Но тем больше шанс того, что вам продукт может не подойти. Если вы до этого не пользовались, например, витамином C. Следующая сыворотка от бренда Hey Honey. Honey Silk Facial Cerm. Тоже хорошая, базовая, увлажняющая сыворотка. Мне она понравилась. Сказать, что мне хватило надолго, я не могу. Здесь 10 мл продукта. Это опять-таки все мини-версии. Я в этом, вернее, месяц. У нас с вами будет много мини-версий. Особенно по кремам, если я не ошибаюсь. Потому что я хотела какие-то мелкие продукты там попробовать. К счастью, не на все западула. Это радует. В общем, сыворотка вполне себе хороша. Хорошо увлажняет. Не дает никаких там побочных реакций. Не дает проблем с макияжем. Это, я считаю, очень важно. Потому что все-таки сыворотка... А, и взаимодействие классно со всеми кремами. Ну, во всяком случае, с теми, которыми я ее пробовала. Сейчас я пробую маску от этого бренда. И она мне вообще не нравится. Вот сыворотка, крутая маска с коллагеном. И она какая-то glow. Она ужасная. Ну, она нифига не увлажняет. Хотя она должна увлажнять. Странная сыворотка. Ой, странная маска. Estee Lauder. Estee Lauder. Как бы сказали на французском. Advanced Night Repair. Я не поняла эти сыворотки. Простите, извините. Но я не поняла, за что и почему все сходят под нее из ума. Она классно увлажняет. Да, я согласна. Она очень хорошо увлажняет. Но есть огромнейшее количество сывороток, которые делают плюс-минус то же самое. Я пробовала так называемый аналог от Миши. И да, это действительно что-то схожее. Касаемо того, как она там заживляет, не заживляет. Я не увидела большой разницы. Возможно, если у вас очень сухая кожа, и вы не нашли что-то для себя, то да, возможно, для вас это действительно спасение. Но я бы попробовала, наверное, что-нибудь еще и что-нибудь другое. Например, с той же гиалуроновой кислотой и с какими-то другими. И, вернее, какие-то другие сыворотки. Но я знаю, что просто многие считают это с видом граалем. И многие используют эту сыворотку под макияж. Но я не увидела эффекта. Ну, честно слово, на себе я его вообще не заметила. У меня есть еще две такие мини-баночки. Скорее всего, еще буду пробовать. Но пока первую... Хотя это, мне кажется, не первая баночка у меня. Мне кажется, вторая версия. Пока я не поняла. Честно, до сих пор не поняла. Итак, следующий. Следующий, сказал заветчедущий. Это Herbivore Prism. На 12% АХ и 3% БХ. Она мне не подошла просто потому, что здесь гликолевая кислота. И я попробовала... Я надеялась, что мне подойдет. Потому что гликолевая кислота в чистом виде, если я ее редко использую, она, в принципе, окей. Кожа переносит ее хорошо. Но мне этот продукт не подошел. Судя по отзывам... По отзывам. Судя по отзывам, многим она нравится. И если у вас нет реакции на гликолику, то почему бы и нет. Здесь не только гликолевая кислота. Здесь комплекс кислот. И, в принципе, возможно, это хороший вариант. Если вы хотите, например, заправиться от постакна, только главное будьте аккуратны. Проверяйте, на что у вас есть реакция, на что нет. Это всегда стоит учитывать. Странно, не нашла фотографию одной из сывороток, которую я использовала в отпуске. Это была Биотерм. Но я в любом случае ее помню. Вот прям хорошо наизусть. Вы ее сейчас увидите на экране. Она мне понравилась. Это хорошая базовая увлажняющая сыворотка, которая действительно увлажняет и которая действительно работает. Очень классно впитывается. Она водянистая. И за счет этого она классно распределяется. И у нее достаточно маленький расход. Мне сыворотка очень зашла. И если у вас кожа склонная к сухости или даже под макияж, скорее даже под макияж, я бы ее взяла. Вторая сыворотка это Juice Beauty. И это Green Apple Serum Anti-Age. Но ее я не очень сильно поняла. Она вроде как с апельсиновым уксусом, что-то такое. По распределению в принципе все ок. Но какого-то там пауэффекта или эффекта напитывания я не увидела, если честно. То есть она мне, ну так, честно, на мой взгляд, биотерма отработала гораздо лучше, чем эта сыворотка. И давайте переходить теперь к кремам. И давайте с вами начнем с дорого-богато, который мне абсолютно не подошел. Крем от Agustin Bader, который все пихают в адвент календарей. Он мне абсолютно не подошел. Не сказать, что у меня там вылезли здоровенные прыщи, но подкожники у меня на нее вылезли. К сожалению, наверное, вернее, возможно, для меня этот крем слишком плотный. И он как будто начал немножко подзабивать вот здесь вот поры. Поэтому я его вымазала на зону декольте. Такие дела вымазала 100-200 евро на зону декольте. К счастью, этот продукт мне достался в адвент календарях. И я очень рада, что я за него ничего, ну как бы условно не платила. Но, честно, за свои деньги я бы не стала покупать этот продукт. Если у вас склонная к сухости кожа или очень сухая зимой, возможно, это ваш вариант. Но если у вас нормальная кожа, если у вас жирная и скомбинированная, я бы не стала использовать этот продукт. Во-первых, идет перебор. Во-вторых, какого-то эффекта, вау, скорее всего, вам этот продукт не даст. Крем с витамином С от Кодолей. Здесь целых 40 мл продукта. И, если честно, я им пользовалась достаточно долго. Где-то, наверное, полтора месяца. Начала я его использовать где-то в июле месяце. Где-то в середине августа, как ближе к концу августа, я с ним покончу, так скажем. Мне он понравился, он хорошо распределяется, очень удобная упаковка. Вы сами не летите в тюбик, у вас все выдавливается, все клево. Все герметично, все вообще прям замечательно. Я не увидела никаких минусов. Минус, наверное, цена на этом, собственно говоря. Все неплохой крем, правда. Особенно на день. Comfort Zone Hydro Member Cream Gel 24 часа увлажнения, 15 мл. Это пробник тоже из какого-то бьюти-бокса. По-моему, кстати, Look Fantastic. Мне зашел этот крем. Он очень и очень даже хорош. Он не сильно как бы утяжеляет кожу. Он хорошо распределяется, хорошо при этом напитывает. И не сильно силиконистый. В то время как, например, белиль следующий, он будет чуть меньше увлажнять. И он будет чуть более силиконистый. И хорошо будет подходить под макияж. Этот продукт я использовала на ночь, как что-то чуть более увлажняющее. Плюс я сверху его закрывала масло. Слово вылетело из головы. Так как очень часто я на ночь использую либо какие-то кислоты, в виде целовой кислоты, либо же ретинол. И так как эти продукты достаточно хорошо сушат кожу, если не увлажнять кожу поверх, то можно получить и сухость, и обезвоживание. И этот крем с этим прекрасно справляется. Мне понравился Белив. Мне понравился, конечно, чуть меньше. Но как вариант именно на день хорошо. Это очень базовый увлажняющий крем. И вот сравнивая по степени увлажнения, по степени напитывания, конечно, комфорт-зон будет получше. Белив будет чуть меньше напитывать. Соответственно, эта история про нормальную тире жирную кожу здесь даже на сухую кожу в принципе подойдет. Но, конечно, в чистом виде, в одиночном виде, его будет уже маловато на сухую кожу. Ну, это вот тем более будет маловато на сухую кожу. В принципе, окей, два продукта мне зашли. Крем Estee Lauder Daywear. И плюс это продукт, который у нас с вами тинтует. И SPF 15. Мне не понравилось. Да, да. Estee Lauder. И мне как-то что-то ничего не... Ладно. Эдвансная 3P, конечно, была лучше, чем этот крем. Во-первых, этот крем, ну, не то чтобы очень сильно что-то вам увлажняет. Не то чтобы он там сильно питает. Это супер базовый крем. И я бы сказала, что это скорее для кожи склонной к жирности. На сухую кожу это будет вообще капец мало. Сравнивая его с Белив, это будет еще хуже, чем Белив. То есть Белив это нормальный, как я сказала. Там серая жирная кожа будет хорошо. А здесь вот прям, наверное, даже блик-жик жирный. Да, он немного тинтует. Это прикольно. Можно обойтись без тональной основы, если у вас все хорошо на лице. Запах. Есть запах. Есть классический запах от Estee Lauder. И как будто водорослым немножко пахнет. Моей подруге понравился запах. Мне лично как-то запах, ну, так себе. Немного может раздражать. Я не поняла. Как SPF его мало. Как крем его также мало. Не знаю. Мне не зашло. Ваками, наверное. Ваками Анаяки. Вот этот крем уже будет достаточно неплохой. Он тоже будет достаточно базовый. Ничего сверху. Где-то нормальная, я бы сказала, серая жирная кожа. Для сухой может быть маловато. Но при этом продукт хорошо впитывается и неплохо напитывает. Неплохой базовый, опять-таки, крем. Теперь переходим немножечко к фотографиям. Drunk Elephant White Cream. Мне этот крем нравится. Он очень и очень даже неплохой. Он муссовый. Он неплохо увлажняет. Неплохо впитывается. Не дает вот прям жирнющего эффекта. В принципе, все продукты, про которые... Вернее, все крема, про которые мы сегодня с вами говорили, такого не дает. Исключением будет Augustin Bader. Это будет самый жесткий, наверное, крем. И вот еще один, который мне вызвал подкожники в отпуске. Про него мы сейчас чуть попозже поговорим. Под макияж самое оно. Но не ждите сильного увлажнения, если у вас сухая кожа. Я бы сказала, это нормально. Для нормальной тиражерной кожи продукт. Ну и звезда, которая мне вызвала кучу проблем. Это Kudali. Крем-сос. Увлажняющий. Супер интенсивное увлажнение. Ну, наверное, для меня он просто слишком был тяжелый. И что-то, что-то не понравилось в ингредиентах. Во-первых, продукт с запахом. Мне очень сильно не понравился запах, как только я начала им пользоваться. Если вот этот вот Kudali крем мне очень понравился, он хороший базовый крем, то вот этот сорт мне вообще не понравился. Там слишком насыщенный запах. Ну и подкожники мне тоже, конечно же, не очень сильно понравились. Учитывая то, что перед отпуском я практически от них избавилась. А сейчас опять нужно от них избавляться. К счастью, они достаточно быстро расправляются. Потому что, ну, вроде как не сильно. Много сапануло. И я вовремя перестала им пользоваться. Наверное, если у вас сухая кожа, если у вас не напрягает запах, если у вас нет реакции на какие-то парфюмированные дужки, да, иначе я бы не советовала использовать этот крем. Он того не стоит. Так, давайте едем дальше. И, наверное, к чему перейдем? К SPF, наверное. Давайте к SPF перейдем. В частности, к SPF для лица. Раз я держу уже фотографии, тогда давайте поговорим про Vitex 50 SPF. Кстати, завтра тоже будем говорить про Vitex и именно эту защиту. Там она мне понравилась очень и очень, так как я записывала видео перед отпуском. Но я взяла эту 50-ку, вернее, с собой в отпуск, что мне не понравилось. Есть ощущение, что продукт очень плохо перебит, что ли. И вот в конце, когда у вас остается в районе половины упаковки, там начинают вылазить какие-то маленькие такие странные кусочки. Они вроде разбиваются, но, тем не менее, это очень странно. И носик забивается, е-мое. Из-за этого получается проблемочка. Вы пытаетесь нанести, вы пытаетесь выдавить, у вас выдавливается во все стороны. Этот момент мне не очень сильно понравился. Сам по себе крем классный, за свои деньги. Он работает, самое главное. Он хорошо распределяется. Именно вот с пантанолом версию я бы рекомендовала нормальную тире жирной кожи. А версию с гиалуронкой это скорее для более сухой кожи. Но мне не нравится то, что там версия с гиалуронкой, там только 30-ка. На лето это маловато. Лучше использовать 50, просто потому, что мы с вами наносим не минимальное, а недостаточное количество SPF. Поэтому, ну такое. Этой 50-ке для сухой кожи может быть немножечко просто маловато. Он распределится, да, но может слегка подсушиться. Особенно, если вы до SPF ничего не нанесете. Тогда этого будет совсем-совсем мало. И еще один SPF для лица это Косарекс с алоэ. Если честно, по нанесению, вот когда он мне только пришел, мне продукт очень понравился. Он классно распределяется, классно впитывается, не дает белесого налета. Кстати, билета тоже не дает белесого налета. За это она тоже получает лайк. Но, что мне не понравилось. Очень часто тональные основы на этом креме катаются. То есть, либо сам крем катается, либо уже тон катается. Суть в том, что у вас получается по катушке. И это меня не очень сильно устраивает. Если вам нужно для загара на пляж, окей. Если вам нужно под макияж, я бы не осталась использовать этот крем. Ну, просто потому что придется либо прибивать тон, либо просто крестить пальчики, чтобы у вас ничего не покатилось. Ну, этот момент мне не очень сильно понравился. Кстати, дает достаточно матовый финиш. Поэтому тоже нормальная тиражирная кожа. Будет огонет на сухую кожу. Может быть, немножечко перебором. И, скорее всего, вы захотите чего-то чуть более влажненького. Продукт, который я чуть не пропустила, от бренда Lumine. И на удивление, мне этот продукт, в принципе, зашел и понравился. Nordic Hydra Oil Cocktail. Изначально он был двухфазный. Его нужно было перемешивать и потом наносить. Он с пребиотиками. Хорошее масло. Хорошо питает, хорошо увлажняет. На удивление, вполне себе и вполне себе понравилось. Теперь давайте переходить к маскам для лица. Но, как обычно, мы начинаем с масок, которые у нас с вами очищают. Clorans Fresh Scrub. Это совсем мини-версия. Здесь 5 мл продукта. Но, честно, мне не очень понравился. Потому что я не люблю скрабы. Потому что скрабы это старый век, устаревшие продукты. Сейчас лучше использовать пилинги. Потому что скрабы все-таки больше травмируют кожу, чем они там действительно отшелушивают что-то. Но иногда скрабы нужны. Когда вы делаете какие-то пилинги же, не пилинги, а лазерные шлифовки и так далее, тогда пилинги использовать нельзя. Кислоты тогда, в принципе, запрещены. Очень легкий скраб. В этом плане он, конечно, получает лайк и плюс. Очень мелкие частицы. И это, в принципе, хорошо. Если вам действительно нужен скраб, в принципе, неплохой вариант. И кровавый пилинг от The Ordinary, который мне очень-очень нравится. По которому все сходят с ума. И, на самом деле, не зря. Здесь 30% АХ-кислот и 2% БАХ-кислот. Это один из самых жестких пилингов, которые доступны в масс-маркете и к продаже. Я хочу отметить, что есть своего рода законы, грубо говоря. И, например, в Канаде этот пилинг запрещен к продаже, потому что он считается слишком высококонцентрированным. Его нельзя использовать на травмированную кожу. Если вы использовали скрабик для него, его нельзя использовать потом. Если вы использовали какой-нибудь мезороллер, его нельзя использовать потом. Если у вас активное акне и у вас вот прям гнойнички, его нельзя использовать. Вы просто спалите вашу кожу. Его нужно использовать как продукт уже для того, чтобы убрать постакне или какую-то пигментацию. Это очень жесткий пилинг и он работает. Но с ним нужно быть очень-очень аккуратным. У меня это, наверное, вторая или третья баночка будет еще не одна. Это 100%. Потому что это дешево, сердитый и это работает. Это прекрасно работает. Ну и увлажняющие маски. Хотела сказать, крема, но нет маски. Origins опять-таки. Да, мы с вами сегодня уже смотрели умывалку от Origins. И это ночная маска. Она мне как ночная маска не подошла, потому что она для меня, какая слишком жесткая, у меня вылезло пару прыщиков. Я ее использовала по итогу как обычную маску, как обычная маска. Она мне понравилась, потому что хорошо увлажняет, хорошо питает. И, в принципе, хороший продукт. Следующие две маски будут от Ifroche. Первая это муссовая маска с ромашкой. И вторая это регенерирующая маска с календулой. Мне, наверное, с ромашкой понравилось как-то побольше. Она, конечно, чуть поменьше увлажняет, но она как-то чуть больше успокаивает. И очень приятное вот это вот муссовое ощущение, когда вы наносите на лицо. Это будут опять-таки очень базовые маски. Есть маски даже у билеты, которые питают гораздо гораздо лучше. Профессиональная линейка, необычная. Очень базовые, очень-очень базовые. В принципе, неплохо, но не ждите супер-классного увлажнения. Если у вас сухая кожа, возможно, вам даже будет маловато этих масок. И маска от Lumine с витамином С. Если честно, она мне так себе понравилась. Это вот прям очень базовая гелевая маска. Если вам нужно, например, утром освежиться, тогда да. Сказать, что она там очень сильно осветляет, я не могу. Из-за своей консистенции она хороша. И вот именно поэтому я советую использовать ее утром и лучше после холодильника. Она будет классно распределять и будет классно охлаждать и освежать. Но как маска с эффектом увлажнения вообще не увлажняет, никак не увлажняет. И какого-то супер осветляющего эффекта я тоже не заметила. Также у меня есть тут мини-масочки. Маска от Evelyn с шоколадиком. И мятой пахнет пастой зубной. Но как увлажняющая маска вполне себе зашла. Мне вот этой малышке хватило на два раза. Это более чем достаточно. Здесь есть кусочки шоколада. И их можно использовать как скраб. Но вопрос, будете вы это делать или же нет. Также патчи от Shea Benz. Это немецкий бренд. Это достаточно бюджетный продукт. Мне не понравились патчи. Потому что неплохо как-то... Ну вот плохо они работают. Я их вложила в холодильник. Я из холодильника переносила на глаза. Нет, мне не понравилось. Правда есть патчи получше и подешевле. Если не ошибаюсь, эта штучка стоит полтора-два евро. Лучше взять Корею. Действительно будет лучше работать. Витекс, о котором мы с вами поговорим завтра. Здесь две этапа. Это разогревающая и охлаждающая маска. Мне не понравилась ни та, ни та сторона. Потому что, если вы посмотрите состав, то... А, да, кстати, здесь есть неоциномид и салициловая кислота. После ее нанесения у меня никаких проблем не было. У меня есть реакция на неоциномид. Но здесь у меня проблем не было. Потому что неоциномид здесь находится в конце списка. Его практически нет. Салициловая кислота здесь тоже находится в конце списка. Ее практически нет. И, наверное, охлаждающая маска мне понравилась чуть больше, потому что здесь есть немножко алоэ, и она действительно охлаждает, напитывает. Она, конечно, так себе, но в целом, честно, ниже среднего. У билета бывают лучше одноразовые маски. Знаете, что мы с вами пропустили? Крема для зоновых круглаз. И почему-то у меня только одна малышка, и то фотография. Ну ладно, давайте хотя бы про нее поговорим. Это Биатуллин, простите, извините, это Айматрикс с коноплей. Коноплюль. На самом деле неплохой крем для зоновых круглаз. Он очень-очень легенький, он классно распределяется, и, в принципе, неплохо напитывает. А, я поняла, почему у меня нет продуктов для зоновых круглаз. Я провела сыворотку, и она у меня еще не закончилась. Практически подходим к концу, мне кажется, еще неделя-полторы она закончится, и она мне не понравилась. Но про это мы говорим в следующем видео. И давайте переходить к волосам. Начнем с шампуней. Леодор Кератин Шампунь. Если честно, мне не очень сильно понравился продукт, потому что он очень плохо промывает волосы. Нужно 2-3 раза мыть волосы, чтобы нормально их вымыть. Да, вроде как он с кератином, все здорово, все весело. Здесь всего лишь 100, наверное, или 150-150 мл продукта, на мой взгляд. У Кореи есть гораздо более интересные шампуни, чем этот. Поэтому для меня нет, и он какой-то очень жесткий, и он плохо пенится. Продукт от бренда Кади, Orange Vitality. Находили в бьюти-боксе, даже могу сказать, в каком, в глоссе-боксе. Запах обалденный. Продукт очень быстро расходуется, безбожно быстро расходуется. Он очень жидкий, он плохо пенится, он не очень хорошо вымывает волосы. Самое, что классное здесь есть, это запах. На этом, собственно говоря, все. Даже дополнить нечем. Малышка от бренда Raoa, мне тоже не сильно понравился этот шампунь. Очень большой расход, плохо пенится, плохо вымывает волосы. Соответственно, ну, как бы плюсов я особых не увидела. Основное, что должна делать, вернее, основное, что должен делать шампунь, это вымывать хорошо волосы. И вот последний шампунь, он мне понравился больше всего, это бренд Ahava Dead Sea Water Mineral Shampoo. Во-первых, у него маленький расход. Мне вот этой вот малышки хватило, наверное, на недели-полторы. Неделю, неделю, ладно, не полторы, неделю, учитывая то, что я каждый день мыла волосы после пляжа. И этого было более чем достаточно. Его хватило, я при этом, я мыла волосы дважды, промывала. Ну, я всегда это делаю, так на всякий случай. Во-первых, маленький расход, достаточно, ну, вот прям, вот такой вот граммулечки для того, чтобы полностью вымыть волосы. Волосы у меня, знаете ли, не маленькие, не коротенькие. И плюс, классно пенисо. Ну, классно пенисо, классно вымывает. И, в принципе, с первого раза он с волосами моими справляется. Поэтому из всех вот четырех шампуней я бы советовала, наверное, Ahava с натяжкой Leodor. Ну, честно, мне кажется, у Кореи есть гораздо лучше продукты. Поэтому, ну, такой продукт, по которому все сходили с ума и сходят с ума, это L'Oreal Aïtavit Dreamland 8 секунд. Типа волшебная водичка. Вы наносите этот продукт на волосы, и он смягчает волосы. Да, это так. Если у вас волосы нормальные. Если у вас волосы пересушенные, я не советую брать этот продукт. Его основа это спирт. Это спирт, который находится, по-моему, на втором. Да, здесь первые три места. Это гликоль, пропиленгликоль, алкоголь динат, мистериалкоголь, вода. И потом парфюм. То есть, из четырех компонентов у нас два занимают просто два различных спирта. Придом достаточно жестких спирта. Если у вас крашеные волосы, если, не дай бог, у вас выпленные волосы, то есть вы их осветляли, хана вашим волосам после этого шампуня. Скорее всего. Если вы еще сверху не закройте ни маской, ни каким-нибудь кондиционером, то точно хана. Если у вас хорошие волосы, то вы можете оставить на подольше. Действительно смягчать, действительно работает. На мне, в принципе, продукт работает, меня он устраивает. Но если у вас плохая ситуация с волосами, я бы не советовала убрать этот продукт. Дальше. Маска от бренда Paradox. Paradox это классный бренд для волос. И действительно хорошая маска. Три в одном. Это кондиционер, маска или же финишный крем. Да, мне понравилось. Продукт хорошо напитывает, хорошо увлажняет волосы. Не очень большой расход. Несмотря на то, что здесь 50 миллилитров, хватило где-то на пару, наверное, недель. Даже тройку недель. Потому что его много просто не надо наносить. Классный продукт. Так, что тут у меня еще лежит? Philips Kinsley Bond Builder. Мне не очень понравилось. Я не сильно поняла этот продукт. Philips Kinsley это дорого. Это скорее спа уход за волосами. Классно пахнет. Но не всегда классно работает. Ну, окей. Но ничего сверху. Isana кондиционер для волос. Keratin Repair. Мне не очень понравился этот кондиционер. Я не увидела разницы с ним и без него. Можно просто нанести маску. И будет то же самое. Кондиционер просто должен закрыть наши с вами чешуйки. Волосы должны быть гладенькими. Здесь ничего сверху. С другой стороны, этот кондиционер стоит полторы евро. Если я не ошибаюсь. Полтора вернее. Полторы. Полтора. Полтора евро, если я не ошибаюсь. Так, сейчас быстренько проверю, что тут у меня по фотографиям. Кондиционер. Вообще-то у меня был Philips Kinsley. Если я не ошибаюсь. Один. Да. У меня был Philips Kinsley. Пять в одном. Elastice Tyler. Такая же ситуация. Я тоже не поняла продукта. Использовала как кондиционер. Вкусно пахнет. Все здорово. Легкое какое-то разглаживание. На этом все. То есть ничего сверху. А продукт стоит дорого. И наверное... А нет. С волосами еще не все. Это скраб для кожи головы. От бренда Umberto Ghani. В принципе неплохой скраб. Он очень базовый. Здесь легкие скрабирующие частицы. Чем-то напоминает скорее какой-то толченый абрикос. Работает. Все клево. Если вы любите что-то пожестче. Если вам... Не знаю. У вас например псориаз. То конечно же лучше тогда брать что-то поинтенсивнее. Потому что его будет маловато. Плюс периодически он где-то застревает в волосах. И его потом не очень просто вымыть. В таком случае лучше брать какие-то кислоты. И такие скрабы действительно есть. Очень много их в Корее. Наверное с кожей головы, с волосами все. Переходим на тело. И гели для душа. Molten Brown. Одну штучку я использовала в отпуске. И одну штучку использовала дома. Мне нравятся эти гели для душа. Стоит ли за них переплачивать. Это спорный вопрос. Исключительно за запах вы будете переплачивать. Там очень классные, интересные запахи. Они очень стойкие. Но сам по себе это самый обычный гель для душа. Он классно пенится. Конечно же я не спорю. И запах остается достаточно долго. Rituals Fom Fiesta. Мне именно этот продукт не очень понравился. Потому что это не совсем базовый гель для душа от Rituals. Он скорее превращается сразу в пену. Притом такую здоровенную пену. Его не получается нанести на началку. То есть его нужно сразу наносить на тело. И как-то распределять. Из-за этого лишний геморрор. Мне не очень понравилось. Но запах бомбический. Было бы круто, если бы это была обычная версия геля для душа. В такой же упаковке. Но пенилась обычным образом. То есть формат мне не очень сильно понравился. И лимитированная коллекция прошлого года от Eiffroche. Если не ошибаешься, с ежевичкой. Я уже давно бы сказала по поводу этого геля для душа. Он не очень стойкий. Он вот прямо совсем не очень стойкий. Если, например, Molten Brand много не нужно. Для того, чтобы продукт хорошо пенился. Чтобы он хорошо пах. То Eiffroche. Вот именно вот последний как-то лимитированная коллекция. Нужно много продукта, чтобы вы почувствовали запах. Особенно это касается геля для души. Я не знаю, что с ними происходит. Я не знаю, куда они катятся. Но как есть, так есть. Я уже попробовала скраб для тела из новой коллекции. Сейчас мы тоже про это поговорим. Там такая же ситуация, как в старых версиях. То есть в версии прошлого года. Что продукт не очень сильно пахнет. Ну, как бы. Ну, такое себе. И про Molten Brand номер 2 я уже, в принципе, сказала. Давайте переходить к скрабам для тела. Evelyn. Это вот малышка кофейная. Здесь 100 мл. Ну, практически 75 мл продукта. Это хороший скраб. Очень-очень базовый скраб. Это именно кофейный скраб. Классно увлажняет. Здесь хорошая, такая жирненькая база. И очень, на удивление, удобная упаковка. Вот прям хорошая упаковка. Мне зашло. Мне понравилось. Да. Недорого. Недорого. И хорошо. Самое главное. My Little Beauty. Гамаж для тела. Мне не понравился. Потому что здесь практически нету скрабирующих частиц. Да, они мелкие. Но их практически нету. То есть это как гамаж от Yves Rocher. И то даже, наверное, здесь меньше будет скрабирующих частиц. Поэтому нет. Tropical Scrub от бренда Quesh. Если честно, мне он не очень понравился. В частности, мне не понравился запах. Если вы хотели бы общественные бассейны, то есть не в аквапарке, а именно в такие вот закрытые общественные бассейны, то там всегда пахнет хлоркой. В общем, запах хлорки. Я не знаю, как так. Вот мне очень сильно напомнило вот эти вот общественные старые бассейны. Нет, мне не понравилось. Хотя частицы сами по себе мелкие, скрабирующие. И в этом плане, конечно, приятненько и хорошо. Хотя это тоже на любителя. Многие любят скрабирующие частицы побольше. И также Scrub для тела от Yves Rocher. В принципе, как я и говорила, из новой линейки. Мне его хватило ненадолго. На два раза. Очень мало скрабирующих частиц. Запах практически не ощущается. И, ну, я не знаю. Мне не очень сильно понравилось. Как бы это странно ни было. Я люблю скрабы для тела. Но, не знаю. Не мое. Не зашло. В этот раз как-то прошло мимо. И перейдем к увлажнялкам для тела. Начнем с вами с Rituals. Rituals of Karma. Это шиммерное масло для тела. Брестит прям долго, много и так далее. Как увлажнялка, в принципе, тоже ок. Обязательно нужно наносить на влажную кожу. Можно на сухую. Но будет тогда такой липковатый эффект. И будет мне очень классно распределяться. Лучше всего такие продукты наносятся после душа, после ванны. Когда вот прям огонечек. Хороший продукт. Хорошее масло. Хорошо напитывает. Mitchell & Peach Body Oil. Дорого, богато. Пахнет безумно вкусно. Наполняет. Увлажняет. Все как нужно. Продукт сам по себе хороший, но очень дорогой. Если бы он не стоил те деньги, которые он стоил, я бы сказала 100% да. Потому что масло само по себе очень хорошее. И запах просто великолепный. Но стоит безбожно много. Sun Ozon Melanin Booster с алоэ. Здесь алоэ практически нет. Продукт мне не понравился. Он ничего не делает. Ощущение, что вы наносите просто алкоголь динат. И вы его чувствуете. Плюс продукт начинает со временем скатываться. Это очень странно. В общем, мне не понравилось. Я не рекомендую. Не стоит ни грамма своих денег. И алоэ вера где-то на последнем месте. Ну ладно, на предпредпоследнем месте. То есть написано, что с алоэ. Алоэ практически нет. Нитрогена боди лосьон. Хороший базовый боди лосьон. Если вам нужно, вполне себе сравнивая его с ЦРВ. Конечно, ЦРВ будет получше. ЦРВ вы будете больше чувствовать мягкость и больше увлажнение. Этот продукт будет чуть меньше смягчать кожу. И чуть меньше ее увлажнять. Но как базовый продукт, вполне себе. Особенно учитывая то, что здесь 400 мл продукта. Этого хватает надолго. И это очень круто. И Эвелин. Эвелин. Ладно, не И. У нас еще одна фотография. Эвелин. Алоэ 99% прекрасная. Прекрасный продукт. За него очень дорого. Стоит около 10 евро. За 400 мл тоже хватает надолго. После загара лучше всего наносить такие продукты. Чем вот такое, которое ничего не делает. Лучше наносить просто алоэ. Во-первых, вам и увлажнение. И остудит вашу кожу. Очень хороший продукт. Вполне себе. Ну и звезда. Фотография. Так, что там у нас? Продукт из Испании. Собственно говоря, испанский бренд Amalfi с оливой. Продукт стоит 2 евро. Если я не ошибаюсь, брала просто в супер-маркете. Потому что ничего с собой. Конечно же, я не везла. На кое оно нам надо. Хорошо увлажняет. Хорошо впитывается. Вот все продукты, кроме Росман, Санавзон, классно впитываются на теле. И никаких проблем, никаких нюансов нету. И Amalfi, если честно, я думала изначально, что он будет плохо впитываться. Иногда такое бывает, когда вы берете крем для тела, вы начинаете его впитывать, а он не впитывается. И это касается одного польского бренда. Одного польского крема. Но в следующий раз с вами увидим. Здесь ситуация другая. Продукт идеально впитывался. И классно, в принципе, напитывал. Мне понравилось. Мне зашло. Быстренько вернемся с вами к лицу. И поговорим про пшикалки для лица. На самом деле, это фиксатор для макияжа. Но я его не использовала как фиксатор для макияжа. И гарнир био. Гарнир био. Это вот прям мист. Если очень жарко, самое оно. Но вы просто прыгаете на себя и немножечко охлаждаетесь. Оскужаетесь. Плюс 30. Это прям супер, супер круто. Что мне не понравилось. Запах очень яркий. Очень насыщенный запах. Распыление классное. Сам продукт неплохо увлажняет. Фиксатор Lumine. Я в итоге смешала этот фиксатор. Фиксатор от, господи, Color Pop. И сейчас до сих пор ими пользуюсь. Но больше как какими-то увлажняющими средствами. Потому что продукт ни черта не фиксирует. На мой взгляд. И мне не нравится здесь запах. И здесь очень плохое распыление. Потому что продукт немного плюет вам в лицо. Поэтому нет. И под вопросом, если вас устроит запах, то тогда да. Крема для рук. Skin & Co. И Ифраше. Ифраше это прошлогодняя лимитированная коллекция. Опять-таки с ежевичкой. Это классический базовый крем от Ифраше. Который практически ничего не делает. Он вкусно пахнет. Но сильно не напитывает. То есть это очень базовый крем. Второй крем это Skin & Co. С цитрусами. Здесь ситуация немножко получше. Крем лучше справляется с напитыванием ручек. И в принципе вы чувствуете увлажнение достаточно долго. Ифраше это скорее чуть более глицериновый продукт. И если их двоих срановать, то когда вы нанесете крем на руки, вы не будете чувствовать Skin & Co. Ифраше вы будете чувствовать легкий такой глицеринчик на руках. Essence Wanna Be My Honey. Это просто бальзам. Я его по итогу использовала на ноги. Увлажняющий бальзам. Можно на губы, на локти, на ноги, куда угодно. Не делает ничего. Здесь практически ничего интересного и нет. Очень яркий, насыщенный запах меда. Но это искусственный запах. В общем нет, 100% нет. Переходим к SPF. И давайте начнем с вами с белитой 30 SPF. Это их знаменитые сливки. Продукт относительно хорошо впитывается. Не дает белесого налета. Очень и очень жирненький. И будет скорее всего печатать на одежду. Если вы его плохо распределите, вы сгорите. Продукт очень туго идет. Он будет чем-то напоминать Невеевский SPF. Именно по тугости. Но хотя бы чуть получше будет защищать. Если, опять-таки, если вы плохо нанесете, вы 100% сгорите. Его нужно наносить много. И хорошо распределять. В целом, как бы неплохо за свои деньги. Но можно было бы и получше. Ультра-сан 20 SPF с блестками. Блестки мне не очень сильно, конечно, понравились. Но продукт классно распределяется. Он просто бомбически распределяется. Это полу какая-то водичка. Очень-очень классно идет. Очень легко распределяется. Его не видно на теле. Все замечательно. Но в целом, мне продукт зашел. И еще три SPF, которые я использовала в отпуске. Первый продукт. Пускай у нас с вами будет 30. Крем Solar. Это какой-то испанский бренд. Daily Plus. Называется хороший тоже SPF. Он мне зашел. Единственное, что в нем есть запах. Притом насыщенный, яркий запах. И, возможно, он вам не понравится. Но сам по себе крем хорош. Хорошо впитывается. Очень легко идет. Очень легко распределяется. Следующий это Garnier Delial. Тоже 30 SPF. И он с пшикалкой. Тоже он какой-то полуводянистый. И вот такие полуводянистые. Они еще лучше распределяются. Будет чем-то напоминать по распределению Ultra Sun. Хорошо идет. Хорошо распределяется. Запах уже как такового нет. Никаких проблем. Я с этим и SPF не увидела. И не заметила. Белого налета ни один не дает. И последние два. Начнем с бренда Экран. Это тоже испанский бренд. 50 SPF. Это пшикалка. Но сравнивая с Garnier. Garnier мне нравится, конечно, больше. Который Over Makeup. Здесь продукт очень жирный. Если вы захотите его нанести поверхным макияжем, у вас будет все лицо просто блинчик. Продукт не впитывается до конца. Он оставляет такой легкий, какой-то жирноватый блеск. Жирноватую какую-то липкость. То есть в этом плане он и не очень понравился. Но с точки зрения удобства, это удобно для того, чтобы перенаносить. В частности на лицо. Глаза не щипит. Все окей. И Garnier 50. Тоже увлажняющий. Мне он тоже очень сильно понравился. Потому что он хорошо распределяется. Тоже слегка водянистый. Удобно распределять его. Запаха нету. Белого налета нету. Единственное, что он не очень такой прям супер водостойкий. Обязательно его нужно перенаносить. Он будет лучше держаться, чем белитовский. Белитовский как-то чуть побыстрее начнет у вас плыть. Это будет держаться чуть побольше. Но все-таки вы будете видеть вот этот вот легкий какой-то белый налет. Которые или какие-то легкие белые разводы. Так у нас конечно же практически все. Да, у нас еще кое-что осталось. Поэтому сейчас быстренько про это поговорим. Соль для ванны, которую мы с вами покупали в ТК Макс. Где-то за 10 евро. Здесь 900 грамм продукта. Хватило в принципе надолго. И здесь у нас с вами и соль, и какие-то там сушеные листики. Все клево, все классно пахнет. Запах лаванды и ромашки успокаивает. Замечательно. Мне понравилась эта соль для ванны. И она очень классно как-то разлагается. Растворяется она классно. Дальше. Что у нас тут еще осталось? Я попробовала этот ополаскиватель от Rituals. Мне он в принципе понравился. Но я не уверена, что он стоит своих денег. Если я не ошибаюсь, 750 миллилитров продукта стоит около 13 или 14 евро. Мне вот этих 75 миллилитров по факту хватило на 3 стирки. То есть каждая стирка 25 миллилитров. Продукт пахнет обалденно. Очень вкусно, конечно, очень сладенько. Яркий запах, яркий, насыщенный. Неплохой ополаскиватель. Но по-моему многовато немножко. Мне и Lenore, или как там называется, устраивает вполне. И две свечки. Jo Malone и Neom. Мне понравились оба. Они обе прекрасно пахнут. Обалденнейший запах. Если вы будете полить одну свечку, вам запаха хватит на всю квартиру. Это очень здорово. Классные свечки, к сожалению, не самые дешевые. Neom будет чуть подешевле. Jo Labs, конечно, будет чуть подороже. Но да, мне зашли оба. Фух, все, мы с вами закончили. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы пробовали из этих продуктов. Что вас заинтересовало, а что вас так и не заинтересовало. Если вы пробовали вот эти вот 8 секунд, меня также интересует ваше мнение. На самом деле у болея немецкой есть аналог этого продукта. И говорят, что ничем не отличается. Только стоит чуточку дешевле. Здесь стоит эта прелесть в районе 8 евро, если я не ошибаюсь. Но честно, на мой взгляд, ничего сверху. Ну что, я надеюсь, видео вам понравилось. И вы не сильно заскучали. Да, видео, как обычно, вышло очень-очень длинно. Но все-таки за 2 месяца продуктов. А за 2 месяца всегда набирается очень-очень много. Ну что, я надеюсь, видео вам понравилось. Вы нашли его полезным. Если да, не забывайте, пожалуйста, ставить пальчик вверх. Подписывайтесь на канал. Большое вам спасибо за просмотр. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Пока-пока. Продолжение следует...